итак всем привет дорогие друзья сегодня мы приготовим вкусные кабачки и так начнем в моем случае я кабачки предпочитаю очищенные объясню почему лучше я считаю их чистить первое у меня кабачки покупные они из-под собственной коровки как говорится да то есть удобрены не натур продуктами а тепличные скорее всего я не знаю откуда они приехали и весь канцероген концентраты собираются в основном как раз в кужуре нитриты и все прочее поэтому рекомендую снимать шкуру с них плюс они у меня также были чуть подлежавший и поэтому шкурку было помятая что нам надо сделать нарезаем так кабачки маленький в принципе можно было школу ну вот так вот вот не задача ладно потом так нарезаем их и скидываем в наш корыто на самом деле рецепт очень легкий очень простой я думаю вам понравится не обращать внимание то есть я его полоснул закину туда в конце концов мы же будем его жарить он учетом убьется вся бактериозность ничего страшного нету так вот такими вот нарезаем их скидываем кстати для чистки очень удобная штука есть вот такая вот не знаю овощи чист кто-то пользуется нет рекомендую крайне удобно чтобы шаг не потому что ножом можно прямо реально хорошо так лишь а куда залить то есть вы не шкуру а практически всю ткань всю мякоть срежете зависит от вашей тонкости рук конечно же и ловкости и никакого мошенничества но эти кабачки я говорю о том что вы попробуете и у вас попросят еще добавки и неоднократно поверьте мне кстати когда не хочется лишний раз много резать берете вот так сразу несколько выкладываете в ряд и нарезаете дальше вот так вот каким ножом резать тем которые вам больше нравится конечно же лучше всего в любом случае даже если ваши кабачки обязательно их мойте перед тем как вы будете их нарезать так как это продукт который все-таки валяется на земле обычно я думаю вы же хотите чтобы все после вашего обеда остались здоровы ну хотя если нет то в принципе уже решайте сами а пока наслаждайтесь нарезкой прилипло нехорошее никогда не режьте на руки всегда режьте от рук и на тело не режьте потому что иногда бывали случаи когда повара действительно ранили руки вены очень неудачно ранили и все заканчивалось в лучшем случае больницы а в худшем но их уже заканчивалась как говорится отправлять себя случайно последний путь так иногда бывает поэтому всегда будьте аккуратны подготовки при работе вообще в принципе с любыми предметами потому что сколько раз я видел когда электроприборы с просто снимает подушечки на пальцах это классика жанра когда люди пытаются болгар постановить руками зачем-то а еще чаще не болгарку а этот как его аж станок который дерево обрабатывать дерево обрабатывать который крутит 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 там такая ямка есть не помню как называется да сейчас мы будем добавлять то что нам необходимо в кабачки но прежде чем мы добавим хочу обратить внимание то что нам же сейчас это все дело обжаривать возьмем масло я возьму топленое масло почему потому что топленое масло вырабатывает меньше канцерогенов пока включу плиту на девятку разогрел пускай разогревается а мы пока приступаем к добавлению в кабачки пам 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 специй чеснок я люблю вот так вот раздавить а потом уже нарезать так он получается в разы лучше да и резать его так проще он у вас хотя бы уже не летает по столу так что запомнить ой какой он ароматный чувствуется прям класс чесночок будет да если вам чеснок по запаху не нравится не любите не добавлять его чеснок можете добавить лук можете не добавлять то есть специи смотрите сами но фишка в чем обратите внимание то что я пока еще ничего не солил туда и когда мы будем добавлять специи обратите внимание что мы специи туда тоже без соли в чем фишка в том что как вы знаете соли отрабатывает на выделение жидкости у любого овощей фрукта поэтому чтобы кабачки получились более зажаристая не водянистая мы сюда не добавляем в моем случае я добавлю такую специю как зеленая абхазская зеленая джика так как вы поняли что я житель городской так кабачки покупая а не сельский аджичка конечно же привозная абхазская джичка бомбическая вещь сказать честно она очень вкусная я люблю именно зеленым они красные почему потому что зеленая джика она дает больше аромата больше насыщенного вкуса нежели чем остроты я добавил достаточно много если вы не любите острое не добавляйте вообще остроты не надо вам это так как мы видим масло у нас в принципе уже вот на разошлось мы сейчас чуть покрутим вот так вот об чтобы она под расползалась туда температуру уже так как она разошлось пока убавляю на четверочку у меня плита электрическая вали на четверку берем наш кабачки здесь вот мы чуть-чуть перекрутим перемешаем чтобы аджичка разошлась ну и дальше мы подойдем к моменту выкладки сейчас дорогие мои мы все сделаем и у вас будет вкусный сегодня обед или ужин вкусные кабачки а вообще вы любите кабачки напишите в комментариях как вы относитесь к кабачкам как часто вы их готовите ну что давайте перемещаться к накладыванию кабачков в сковородку ну что вот мы и подошли к нашей сковородке взяли нашу лопаточку и как мы видим масло частично уже распределил мало масло даже может быть мало давайте добавим чуть-чуть еще масло вот так возьмем не чуть-чуть еще масло добавим есть контакт как мы видим она плавится хорошенько берем наши кабачки и поехали засыпаем вообще идеальный вариант когда у вас одна один слой выходит чтобы они прожарились лучше в моем случае один слой не получится их чуть-чуть многовато в два раза я их жарить не хочу поэтому берем высыпаем ничего страшного они получатся чуть-чуть тушененькие но от этого не чуть не хуже если в вашем случае возьмите просто сделайте так чтобы кабачков хватило ровно на один слой не делайте как у меня то есть не надо вам на два слоя их делать с горочкой они получатся более тушеные это однозначно это всегда надо учитывать при готовке то есть если мы возьмем то что уж совсем заморочить конечно же она будет аж раза два три это было в раза три заложить как говорится за три захода но будем делать за один так мы выложили что мы делаем теперь теперь мы прибавляем огонь температуру вот видите у нас сейчас на четверки а мы теперь прибавляем на девятку чтобы все таки мы начали чуть-чуть прожарили их и обязательно помешиваем эту всю кучу мало скажите пожалуйста а вы вообще любите кабачки жареные вот с сердцевиной жесткой или же все-таки вы любите с мягкой сердцевины когда они полностью выжили от жареные зажарены то есть все таки вы любите полностью прожаривать или же делать такое оля аль денте с привкус но с сердцевинкой напишите как вы любите так услышите они уже зашипели прожарится аромат уже чувствую здесь прям кайф жарко что камера не передает запахи вообще кстати некоторые добавляют некоторые кабачки даже можно есть сырыми по факту на самом деле если вы уверены в кабачках и некоторые кабачки даже добавляют по рецептам в салаты но я честно скажу я не любитель салата с кабачками мне это не нравится ваще в принципе похож на огурец и огурец похож на кабачок это его жарить это тоже одна из фиши которую вам я считаю что стоит знать а вы об этом раньше знали что и огурцы жарят и кабачки и из кабачков делают салаты фантастика запах фантастика на notes если у иного помourtholders эффекта запах治ите так и можно выдавить поярли ranks колke экш Ensuite пока наслаждайтесь пока звуком щитения собачка пожаренного масла напишите пожалуйста комментарий среди вас есть фанаты асамера любители асамера те кто знает что такое смр в принципе пойми не знает но можно ну давайте ладно расскажу я вам сам асамер это то когда вы просто слушайте его приятные или неприятные потому что есть как мурашки а есть вот просто абсолютно разные которые реально фанатеют звук там лопания пупырок еще чего-то как вы относитесь к звукам это ксмр напишите ваши мне очень важно узнать там если что можно есть мысль вообще сделать отдельное направление на канале это асамер с едой как чистится картошка прямо без комментариев просто это будет чисто отдельное направление асамер еда это уже не такое развлекательное больше будет чем рецепт вот допустим участвовать если кишину я налаживаю то есть по сути будет асамер давайте послушаем минутку асамер 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 а 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 Вот, в принципе, это минута, по сути, это и было. Когда я вообще ничего не говорил, вы просто слышали звуки готовки еды, вы слышали звуки шипения, переворачивания, то есть вот такой формат АСМР вам нравится или нет? Напишите ваше мнение в комментариях, то есть вот мне это интересно, насколько заходит у вас АСМР. Так, ну в принципе, смотрите, мы уже минутки две как обжариваем, я теперь предлагаю накрыть, сидела крышкой, накрываем, пускай чуть-чуть потомится, минут до, ну не чуть-чуть, минут 5-10-15, сейчас посмотрим сколько, доведем до мягкости и, в общем-то, у вас будет готовое вкусное блюдо. Видно уже, пошел жар, пар, все видно, прям классненько, прям кушать захотелось я скажу вам честно. Ладно, давайте-ка, я понимаю, что еще не до конца готово, давайте посмотрим, как пока получается. Ой, есть. И запомните, да, мы еще не солили. Мы видим, что она жесткая, но это нормально. Ну, сейчас для любителей аль денте они уже получились как аль денте. Ну, а кто не любит аль денте, конечно же, солить надо дольше. Сочные кабачки, бомбические, как надо. Это просто фантастика, я вам честно говорю. Обязательно, обязательно так сделайте, не пожалеете. И я вам гарантирую. Не забудьте поставить лайк. А тем, кто еще, кстати, не подписан на канал, чтобы не пропустить полезные кулинарные рецепты, советы. Вообще, на канале много будет чего интересного, в том числе мы поговорим о продуктах, чем и какие продукты полезны, вредны. Будут разборы и полезны, и вредны продуктам. Опа! Снова накрываем. Ну, там у нас уже прихватываться начинает. Я сейчас, как вы видите, снижаю на четверочку, пускай томится. Я думаю, сейчас я поставлю где-то минут на пять, на шесть, пускай потомится и буду пробовать. У нас пока прошло буквально там четыре минутки. Я сейчас хочу еще перевернуть. Опа! Замешать их еще разочек. У бачочки все равно чуть-чуть выделили, это нормально. Вот смотрите, видите, вот эти вот они, вот это вот, допустим, еще жестковатый, а вот есть уже абсолютно мягкий. Вот, например, вот этот вот. Сейчас проверим. Угу. То есть, по факту, они уже, можно сказать, что все готовы. То есть, это уже, пожалуйста, на ваше усмотрение. В данный момент я их, наверное, сделаю чуть-чуть аль денте сегодня. Ну сейчас чуть прибавлю жара. Добавляем жар, ставим семерочку и накрываем еще крышечкой. Ииииииии Опа! И даем еще постоять. прошло у нас две минутки давайте еще раз заглянем что у нас здесь отлично у нас здесь уже поджарилась даже закипела вода воду мы сейчас можем выпарить если хотим я сейчас применю другой лайфхак зачем нам зря тратить свою электроэнергии твои деньги ну хотя здесь денег экономии больше не будет но там факт что мы делаем кайф накрываем а теперь выключаем плиту как видите на ноль и даем остается еще минуточек 5 3 4 но сейчас у меня 43 до 46 где-нибудь там наверное ну вот и прошло у нас две минуты смотрим отлично все готово что мы делаем дальше правильно переходим переходим к самой приятной части выкладываем тарелку вы не обращать внимание я тут чуть дегустировал поэтому присаливал вкусно все божественно я как люблю со стриночкой вообще супер огни на ох огни на ёшкин так вот так что нам осталось буквально здесь остатки досыпать которые у нас сковородке вот и пожалуйста наивкуснейшее блюдо готово что нам остается сделать вы помните что мы не сделали в самом начале правильно моего не солили если вы хотите соли пожалуйста посолите а сейчас мы вот с вами продегустируем попробуем его в двух исполнениях но она классная берем без соли добавляем просто майонез скажу честно нет не рекомендую его есть майонезом однозначно это мой вкус кстати попробуйте с майонезом потом скажите вам понравилось с мазером и просто посолить попробуйте и напишите как вам больше с майонезом или же солью или же что вы вообще добавляете еще помимо майонеза и соли кабачка напишите ваше мнение в комментариях ставьте лайк подписывайтесь на канал и до скорых встреч приятного аппетита